В мире Дэнди Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача Мир Дэнди. Как и в прошлом воскресенье, как и каждое воскресенье уже почти 4 года, в эфире будет ваша любимая передача. Сегодня мы приготовили для вас классную передачку и я очень надеюсь, что она вам понравится. А Турки, мне надоело играть с этим шариком, а? Нет, у меня все просто хорошее настроение, я думаю, мое настроение передастся нашим телезрителям. Я тоже так люблю. Мир Дэнди Помните, в одной из наших прошлых передач мы рассказывали о игре Цивилизация 2, английской версии? Да, Цивилизейшн 2. Если 2, то и рассказывать надо 2 раза. Да, в магазине Ролл Порт теперь появилась русская версия. Русская версия? Не английская. Вы чё, ха-ха, вы чё, ха-ха, стратегии на русском лучше, поверьте нам. Честно говоря, когда я увидел впервые эту игру, меня потянуло выкинуть через балкон 14 этажа и смотреть, как она летит полетом птицы. Но всё же, поразмыслив, немного я решил, диск-то не мой, и мне ничего не оставалось, как оставить её в соне и продолжать играть. И вот, поиграв минуток с 10, мне уже не хотелось выключать приставку. Мало того, я полностью, как говорится, ушёл и уже не общался с этим реальным миром. И когда я очнулся, было уже 4 часа утра, а ведь 8 часов в школу, ну я так и проиграл до 7. И потом думал и думал, почему это так получилось, и вот пришёл к выводу, что это самая лучшая стратегия всех поколений. Цель игры — это развить свой город со времён правления Елизаветы I и Екатерины, тоже I, до далёкого будущего. Город же можно выбрать любой. И вот выстраиваете вы станции, как тут появляются варвары, и этот тут тоже есть. Конечно, надо войско создавать. Кроме того, с самого начала надо открывать всё новое. Например, алфавит, письмо, кодексы законов и тому подобное. Для этого надо нанимать учёных. В общем, для каждого дела своя рабочая сила. Денег вам даётся на всё, ни много ни мало, 40 тысяч чего-то. В процессе развития земель или даже разведывания можно найти золото, сокровища, минералы и ещё много полезных вещей для развития вашей страны. Во все дела суют свой нос советчики, но не стоит уделять им особого внимания. Но стоит уделить внимание, на мой взгляд, только этой замечательной стратегии, за которой можно провести даже целый год. Не пропустите сокровища. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов с большим выбором насадок. Звёзды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданово, Милинского, 33. Выберите свою указку. В эфире хит-парад Мираденди. И на этот раз он будет не то, что в прошлый раз, не то, что в поза-поза прошлый раз, не то, что в поза-поза-поза... Впрочем, хит-парад боевой стратегии. Пятое место Z, война роботов. Хотя игра весьма необычная, но очень интересная. Четвёртое место Warcraft, вечная война людей и орков. Третье место, Command & Conquer, одна из самых первых стратегий. Второе место, Command & Conquer, Red Alert. Достойное продолжение первой части. И, конечно, на первом месте Red Alert Recolation. Больше юнитов, большие зоны, больше интереса. Я большой фанат Fisted Metal. Ну, тогда тебе наверняка понравится игра Dead in the Water. Почему? Да, потому что. Посмотри, и всё увидишь сам. Это игра не на русском. В общем-то, по названию, наверное, сразу можно понять, какого рода игра. Программисты совершенно новой компании решили сделать нечто похожее на всех эти 90-х годов. Что за зеркало из Twisted Metal? Вернее, вся игра и есть зеркало Jet Moto и Twisted Metal. То есть, приходится ездить на лодках всех типов по водным просторам, взрывая своих противников и используя огромное количество оружия. Персонажей в игре не только много, но и все они такие прикольные. Вот уж действительно Dead. Такие, как пират, ковбой, полицейский. Прямо Outlaw. Водолаз. Нечто похожее на Эдди из Текина и так далее. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кстати, разрушать вы можете всё, что не попадётся вам под руку. Правда, это отнимет у вас немного энергии. Но это ничего. Зато эффект какой. А сколько всевозможных прибамбасов можно пособирать в течение боя. Это и ракеты, и бомбы, которые когда взрываются, создают огромный эффект на воде. Невидимость, нитро, защитное поле, как в Wipeout, мины и тому подобное. Но собирав достаточное количество боеприпасов, вы без труда подобьёте любого противника. Но в том-то и дело, что в Dead and Water есть два вида игры. Это гонки и всеми любимые битвы. В игру можно играть вдвоём, либо по сети, либо на разделённом экране. Dead and Water действительно достойная вещь. Есть гарантия, что с этой игрой вы забудете про всё на свете. Это хит. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть всё, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Новинки! Горово! Мира! Они просто хотели сказать, что они перегатывали дистер-дэнги, переписывали дистер-дэнги, чтобы показать вам, рассказать вам. Они будут очень интересны, и вы знаете, это, да, да. Пятку мононсируют новую двухмерную драку из серии «Уличный боец». Street Fighter Alpha 3. 31 боец плюс 4 секретных. Яркие спецэффекты, новые приемы и незабываемый азарт. Все это обещано. Теперь остается ждать апреля. Теперь новая информация об Ice Combat 3. Сейчас вы видите 10 новых скриншотов. Да, графика просто класс. И как обещают, такой она и останется. Добавят новые миссии, реальные самолеты, более реальные управления. Теперь остается только ждать этот стопроцентный хит. Отвлечемся немножечко от приставочки Sony PlayStation и поговорим о других платформах. Я сейчас в руках держу вот такое творение японских разработчиков. То ли приставка Sega Mega Drive 2, то ли музыкальный центр AVA. Что же это такое, вы сейчас и узнаете. Итак, что же это такое? То ли приставка, то ли CD Player. Рассмотрим все по порядку. Во-первых, у этого строения имеется слот для картриджей Sega. Вставляем игру, запускаем и процесс пошел. Теперь мы можем играть в наши любимые хиты. Джим, Соник, Формула 1 и так далее. С этим все ясно. Но зачем тогда такие размеры? Оказывается, здесь имеется возможность прослушивать музыкальные CD-диски. И не через TV, как у Sony, а через встроенные стереоколонки. Теперь все ясно. Это игровая приставка Sega Mega Drive 2 и крутейший CD-плеер AVA. Так что, если вы заинтересовались данным творением японских разработчиков, приходите в магазин Rollsport, отдел видеоигр, на улице Богдана Хмельницкого, 33. Сделайте свой выбор. Том Прайдер 3! Том Прайдер 3! Том Прайдер 3! О, русская версия. Да да, вот не так, блин, еще раз. Понятно. Том Прайдер 3! 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 Полностью русская версия! Том Прайдер 3! Полностью русская версия! Полностью, полностью. А теперь Том Прайдер 3! Не упадите! Полностью русская версия! Мы уже вели речь об этой игре, но тогда это был простой релиз, а очередное приключение Лары. Теперь же, когда Райдер пройден, можно с уверенностью сказать, что игра удалась. Пять различных точек света предстоит облазить тем, кто еще только начинает играть. Непроходимые джунгли Африки, экзотические острова, ночной Лондон, пустыня Невада и промерзшая до морга костей Антарктика. Уровни намудрены до невозможности. Одним словом, гигантские трехмерные лабиринты. Постоянно придется куда-то бежать, прыгать, зацепляться, ползать, уорачиваться от огромных камней и преодолевать хитрые ловушки. Ха! Семечки! Да не совсем, ведь противные и не древние. А это и люди, и другое живье в виде безобидных рипторов и дружелюбно настроенных тирексов, которых мы будем сражать градом свинца. Из пистолета, узи, гранатомета, ракетницы М-16, а оружия хватит на всех. Предстоит покататься на джипе, поплавать на воде скафи и туземском челноке. Одним словом, приключение обещает быть нелегким, но очень интересным. Только в магазине Rollsport. Настоящие спортивные очки Urex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Urex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Urex не искажают реальности, они делают реальность лучше. Фирменные очки Urex в магазине Rollsport. Интересные, более увлекательные, более сложные и более музыкальные. И вот, наконец, мы придумали. Чтобы поучаствовать в нашем конкурсе, вам нужен диск Music. Если уже у вас нет этого диска, то просто зайдите в магазин Rollsport и купите. Условия нашего конкурса таковы. Вам нужно составить самую крутую, навороченную композицию, используя все возможности этой программы. Маморикат приносите по четверг в магазин Rollsport. И уже в следующей передаче мы узнаем, кто же выиграл в нашем конкурсе на лучшего диджея этой программки. А как же приз? Приз? А пускай приз останется для наших телезрителей сюрпризом. О нем вы тоже узнаете в следующее воскресенье. Да, кстати, и не сломайте все ваши пластинки. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня будут новые секреты для игры Апокалипсис. Все коды вводятся в режиме паузы при зажатой кнопке L1. Выбор подуровня. Треугольник вверх, Х вниз. Все оружие. Квадрат, ноль. Вверх, вниз. Х, квадрат. Вечные жизни. Треугольник. Ноль. Х, квадрат. Дебаг режим. Вниз, вниз. Треугольник. Ну вот, дорогие телезрители, к сожалению... Наша передача понашла к концу. Артур. Ага. Ты че такой грустный? Да вот мне очень больно расставаться с нашими телезрителями. Да? И куда ж понимал все твое хорошее настроение? Мое настроение ушло к телезрителям. Да? Ну ты не расстраивайся, у тебя еще есть целая неделя, чтобы подкопить нового, хорошего настроения. А если у вас понедельное настроение, и вы не хотите расставаться с виртуальной реальностью, то почаще заглядывайте в магазин «Роллспорт» на Магдана Кеменицкого. «Роллспорт» на Магдана Кеменицкого. «Роллспорт» на Магдана Кеменицкого.